Добрый день. Администрация города Новокузнецка. Подскажите, пожалуйста, вы направили обращение в адрес губернатора по поводу того, что вас заставили надеть маску? То есть распоряжение губернатора вас не убеждает? Нет. Ну, вы же понимаете, что и губернатор тоже не самостоятельно это выдумывает. Есть определенные требования. Роспотребнадзор просчитывает статистику и с точки зрения санэпидболополучия он губернатору дает рекомендации. На основании этого он формирует свои распорядительные документы. А вы кто? Я начальник управления потребительского рынка города Новокузнецка. Поздеева Светлана Николаевна. Поняла я вас. Я, конечно, приношу извинения за эту торговую сеть. И, конечно, мы будем уже прорабатывать и проводить соответствующие совещания с руководителями объектов торговли в этой части. Ну, надеюсь, что такого больше, конечно, не повторит. Маски одевайте, масок не осуживайте, масочки все одеваем, без масок не осуживайте. Это незаконно. А почему так я им скажу? Я не знаю, но нам приказ от нашего руководства. Завтра вам скажут приказ ставить всех лупить здесь. Да, вот скажут лупить. Будем лупить. Вы что, с ума с посходили все? Мы нет. Девчонки, ну вы же молоды, вы все прекрасно понимаете. Вам сам не стыдно. Маски одевайте, без масок не осуживайте. Масочки все одеваем. Без маски. 390. Маски нельзя одевать. Это незаконно. Маски одеваем. Нет. Маски одеваем, без маски не осуживайте. Что у вас мужчины за камерой можно узнать? Нормальная камера Сони. А на масочку выделайте. Мы вас снимаем. А на ком насывании вы не обслуживаете без масок? Там все написано. Написано, покажите мне постановление правительства. Распоряжение. Распоряжение чье? Города Новокузнецка. Губернатор города Новокузнецка это по телевидению объявил. Да? Да. Покажите мне. Где он расписывается? На сайте. Да не надо мне на сайте, вы мне запрещаете. У меня уже одно... Послушайте, девчонки. Послушайте, девчонки. Есть 417 постановление правительства республики России. Правильно? Так, подожди, дайте рассчитать. Мужчина, у нас же есть вот масочки одноразовые. Это не маски. Девчонки, он сердечник, ему нельзя. Это не маски. Маски должны быть... Индивидуальная защита была. А это какая-то тряпка у вас, во-первых. Во-вторых, это незаконно. Вы понимаете, что это незаконно? Все вопросы, пожалуйста, к нашему губернатору. Причем тут губернатор? Вы мне запрещаете. У губернатора нет подписи под его постановлением, понимаете? Подписи нет под постановлением его. Вы понимаете, нам дано указание. Это вам дано указание. Но не мне. Мы не можем вас обслужить без маски. Вы не имеете права мне обслуживать. Губернатора нет подписи под его постановлением. У нас есть приказ. Покажите мне его. Покажите. 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 Несите мне документальную, заверенную вашей хотелке. Показывайте. Не наши хотелки. Давайте не будем друг другу... Вы мне покажите, докажите, что вы мне запрещаете. Мужчина, ну что вы развели-то базар-караван? Вот что вы-то развели базар? Вас завтра скажут на голову чайники одеть. Вы будете в чайниках этих ходить. Вы сейчас нахлёте, вы начинаете. А? Вы мне покажите постановление. Они-то при чём? Так они же мне запрещают. Так накажут их. За что? Вот вы устраиваете просто-напросто цирк. По всем сетям. Покажите мне постановление. Назайте администрации. Да не надо. Вы мне запрещаете. Где тут написано, что это маска медицинская? Что там написано? Читайте. Маска одноразовая, бытовая. Бытовая. А почему она не медицинская? Это от пыли маска. Это не от пыли. От чего? Это бытовая. Это не индивидуальная защита. Мужчина, ну почему вот эти... Вот скажите мне, пожалуйста, где страшнее было обстоятельства? В Чернобыле или сейчас? Да, это не нам. Вы мне запрещаете. Мужчина, это не нам. Где было страшнее в маске? В Чернобыле или здесь? Я вас прекрасно понимаю. Вы понимаете, да? Я вас слышу. Да. Просто у нас приказ от нашего руководства. Понимаете? От губернатора. Кемеровская область. Вам. Покажите мне это постановление. Нам наше руководство запретили обслуживать без камеры. Вы мне покажите. Нам его не предоставили. А как вы не имеете права тогда? Нам запретили обслуживать покупателей без маски. Но это незаконно? Поэтому мы предлагаем маску одеть. Одну. Вторую. Во-первых, это незаконно. Возможно. Мы не юристы. Возможно, это незаконно. Я не знаю. Но нам приказ от нашего руководства. Завтра вам скажут приказ ставить всех лупить здесь. Вы будете лупить. Будем лупить. Вы что, с ума с посходили все? Мы нет. Девчонки, ну вы же молоды. Вы все прекрасно понимаете. Вам сам не стыдно самим? Нам нет. У нас приказ от руководства. А штраф дадут нормально будет? А что, бесплатно должны? Штраф вам не имеют права давать. Нет такого закона. Уже всем давно сказали, что это рекомендательный характер. А зачем вы поднимаете скандалы? А вам-то зачем? Вам-то зачем все это? Ну работайте. Вы выполняете незаконные приказы. Вы тоже не правы. В чем я не прав? Смотрите, я не прав. Вы мне не показали постановление. Вы мне не показали указа никакого-то. Вы мне запрещаете. На каком основании вы мне запрещаете? Да не надо мне в интернете. вы мне сейчас вы мне запрещаете здесь и сейчас мы вам не запрещаем мы вас просто попросили 1 я вам просто вежливо пожалуйста отказывай не могу я в маске ходить не одену на минуту не хочу я одевать ни на минуту не полминуты дело принципа тогда мы не можем вас обслужить не обслуживайте обслуживайте основание основание да не надо мне объявление вы мне области посещение наших магазинов защитных масок без масок не допускается кто это сказал это же просто это просто форс очный режим обслуживаться нет ну где подпись то покажите мне подпись это учет это просто бумага выкиньте снимите и выкиньте от это указ губернатора покажи и мне указ зайдите на сайт зачем вы мне запрещаете мне сейчас покажите прямо сейчас не запретили нам обслуживать покупателей без маски поэтому мы не можем не надо мне покупать я понимаю все прекрасно это дело принципа снять и показать какой дебилизм стране вы все согласны если государство устроило такой дебилизм им приходится выполнять эту работу понимаете а не вы не выполняете незаконные указы 22 апреля 2020 года пожалуйста покажите мне ум вы же не забудь да не надо мне на сайте вы не покажите сейчас здесь там нет подписи его вы понимаете что нет подписи я сегодня смотрел ваш указ слушайте мне уже с администрации изводили извинения просили как еще кому доказывать за то что не продали мне продукты в ленте уже извинялись хотите чтоб вы что же извинялись извините конечно но мы тоже не можем вам продать потому что вы без носки извинение извините так вы мне продайте сначала имейте совесть а ну это ж незаконно возможно незаконно но вы будете стоять на своем у нас приказ от нашего руководства которые ну это вам 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 же сказали но я-то у вас не работаю я обязательно это выложу я это еще отправлю губернатору это рекомендательный характер маска я уже снимал здесь что это что это такое это не юридический документ это просто бумага как не должен быть должен висеть юридический документ у наших юристов вы же запрещаете с вами поручить бесполезно разговаривать а вам самим то не стремно а почему вы дня унижаете здесь стоите не продаете ничего не правда не правда продайте меня вы меня унизить хотите вы не имеете права мне не продать потому что у вас нету маски что просто не могу вам продать а вот так продадите не хочу я вашу масочку только зачем против на кем говно а зачем зачем я уже пакет на голову одевал мне не продали сейчас его себе рот закрываю опять не продаете не надо мне проще вот оскорблять вас не охотно вы сами знаете кто вы есть чем тем что вы мне не продали ничего чем я вас оскорбью тем что его спрошу так показать нет документ подписанных цивилизов покажите мне свой есть мы сотрудники компании который выполняет их законные приказы которые нам дали наши руководители который приказ прописал губернатор кемеровской области который он не подписал и мы выполняем а он не подписан и я не знаю подписан и он не подписан и у вас указ висит указ не подписанный но вы все равно продавать не будет запрещено да маргарита дай бог тебе хорошего мужика